всем привет это константин пинаев и с вами проект вокруг лондона за 40 шагов у уиллиса фога было 80 дней он проехал вокруг света а мое пари это описать лондон во всем его многообразии за 40 шагов каждый шаг эта клеточка настольной игры монополия улицы и вокзалы люди магазинчики явления событий истории все то что делает лондон самым интересным городом на свете окажись мы с вами здесь в середине 19 века на нас бы смотрел такой один большой аттракцион он назывался монстра глобус и это был проект господина уайлда господин уайлд это был придворный картограф королевы виктории и по случаю великой выставки которая собственно стала центром инновации на весь мир господин уайлд предложил сделать такую вещь давай говори сделаем большой большой глобус на котором будут страны реки моря внутри этого глобуса можно будет ходить идея понравилась королеве и собственно господину уайлду был выписан бюджет бюджет господин уайлд не уложился и в изначальные параметры он тоже не уложился поэтому тот самый глобус который должен был стоять гайд парке в кристал пелосе туда собственно не влез поэтому пришлось глобус ставить сюда на ластерской это была одна из немногих площадей куда можно было вместить этот самый глобус в итоге в 1851 году монстр глоба открывает свои двери для широкой публики аттракцион представляет из себя глобус 18 метров в диаметре внутри вас сначала ждали коридоры со всевозможными картами по обе стороны кабинете географии а дальше четыре этажа морями реками горами странами и городами а теперь попробуйте представить себя на месте лондонца в середине 19 века это был первый по-настоящему массовый научно-познавательный аттракцион музей в котором наглядно демонстрировалось то что и в 21 веке иногда не совсем укладывается в голове земля круглая 1969 году если бы мы с вами здесь стояли на этой площади мы бы ну вот посюда самым были бы в мусоре на дворе была так называемая winter of discontent зима тревоги наша эта строчка из шекспира 69 году бастовала практически вся британия начиная от могильщиков в ливерпуле и заканчивая мусорщиками в лондоне буквально на каждом шагу вас ждал мешок с мусором а то и просто мусор без мешка собственно в это в эту зиму к власти приходит маргарет тэтчер и следующие 13 лет она через колено ломает профсоюзы те самые профсоюзы которые бастовали своими действиями тэтчер расколоть британию на две части даже спустя десятилетия в апреле 2013 года когда умирает тэтчер этот раскол виден невооруженным глазом сначала на трафальгарской площади собирается многотысячная толпа чтобы отпраздновать смерть бывшего премьер-министра а через несколько дней на стрэнде по ходу следования похоронной процессии собирается уже совсем другая толпа когда маргарет тэтчер пришла к власти 26 миллионов человек и дней уходила в год на забастовки когда маргарет и чего уходила таких миллиона дней был всего 2 они 26 на сегодня все до новых серий новых встреч и новых прогулок по улицам лондонской монополии про лайки забыл лайки ставьте а 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 Субтитры подогнал «Симон»